В подходе нас не очень интересует прошлое непосредственно события и не очень интересует будущее вероятности, но нас реально интересует, что мы из этого прошлого до сих пор несем с собой и что из будущего непосредственно влияет на нас. Самая простая техника работы с прошлым это освобождение пространства. Делается она через тест вещей. Вы подходите к вещи, можно ее взять в руку, можно не брать. Буду я вообще этим пользоваться. Какой сценарий использования? Я беру стилус от планшета и думаю, вот зачем он мне? И сразу в голове, что я буду там мысли записывать, планы, теорию, вебинары вести и прочее. Хорошо, сценарий использования есть. Оставляем. В пространстве то, что имеет в настоящем применение, оно должно оставаться, а то, что в настоящем применении уже не имеет, с собой тащить нельзя. Объясню почему. Любая вещь это якорь. Якорь это то, что запускает в вас определенные реакции, определенное состояние, определенный образ мысли, мышечный тонус даже. Якорем может быть точка на теле. Можно, допустим, записывать какое-то состояние мобильности на точку, а потом точку сам себе трогаешь, как кнопку нажал, оп, включилась. Вот, но это жестковатая техника, нервная система не очень любит. Вещи берешь и, как говорят, ой, нахлынули там воспоминания, ностальгия и все прочее. Ну так это якорь. У вас с этой вещью четкая связь, вы вот к ней только привлечаетесь, у вас запускаются определенные реакции. Реакции откуда? Из прошлого. Вам они в будущем нужны? Вероятнее всего, нет. Понимаете, да? То есть не в вещах дело, а в том, как они на вас влияют. Прошлое это то, что мы оттуда вытащили в себе, в своих реакциях, поведении и всем прочем. И, соответственно, если у вещей нет сценариев использования, то они точно, все, до свидания, такие вещи не нужны. Если даже сценарии есть, но вещь влияет на вас определенным образом, не знаю, на слезу пробивает, или на энтузиазм такой неуемный, ну что угодно от равновесия, то тоже я бы поставил вопрос, а что теперь с этим делать? Да, можно перепаять, в кавычках образно выражение, можно перепаять в нервной связи, чтобы вот вещь перестала вызывать в вас эти там состояния, то есть разрушить, как таковый якорь, вещь оставить. Можно, но это долго. Поэтому, если это действительно нужно, то стоит делать так, если нет, просто вещи под замену, берем новое. Все, решился вопрос. И чем меньше у вас будет реально используемых вещей, тем легче. Потому что, к сожалению, на каждую вещь постепенно накручивается определенное состояние, она становится якорем. Ручки, Паркер, для чего покупает? Вот для этого самого. А для ясности мыслей, для каких-то идей, для реализации, нужно пространство, ну не то, что пустое, но с минимумом вещей. И они должны, как оркестр, вместе на вас влиять определенным образом. Почему нужно разделять там работу от дома и прочее? И, возвращаясь к теме видео, первая очистка, это просто убираем старье. Второй слой очистки, убираем то, что на вас влияет, а вам это не нравится. Третий слой очистки, убираем уже в самом себе те нервные связи, которые не нужны, которые влияют на вас, но вам это не нравится. И про четвертый уровень, ну там уже лично поговорим.